Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы разговариваем с вами на актуальную для большинства из них тему, потому что все, естественно, каким-то образом связаны с банками. Поэтому тема актуальна для большинства слушателей. Звучит она так, как изменилась работа банков с состоятельными клиентами после кризиса. Я сразу хочу предупредить моих слушателей, прежде всего, мы не будем упираться только в состоятельных видимых клиентов, хотя тоже интересно, как они живы-здоровы. Ну и ориентируемся на посткризисные пространства, тем более, что по некоторым слухам вообще мы, собственно, в кризисе и продолжаем жить. Особо из него и не выходили, хотя, может быть, мы и ошибаемся. Сегодня, друзья мои, вы не поверите, сегодня у меня праздник. Праздник. Передо мной сидят две очаровательные девушки с огромными горящими глазами. Четыре горящих глаза, представляете? Никогда такой ситуации не оказывался еще. Просто, ну, праздник. Я сразу хочу предупредить, я, может быть, буду запинаться, теряться, вопросы неправильно формулировать. Это все они виноваты. Они. Так вот, я представляю этих чаровниц. Это Елена Разговорова, начальник управления организацией работы с состоятельными клиентами «Ренессанс Кредит». Добрый вечер, Лена. Добрый вечер. И это Наталья Копинос, заместитель генерального директора банка «Китфинанс». Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер, Олег. Мне даже неловко, я традиционно, чтобы вот этот создать атмосферу непринужденность, спрашиваю у моих гостей, как дела, как жизнь, как настроение, как самое... Ну, глядя на вас, мне вот даже язык не поворачивается. У вас все, видимо, настолько хорошо, что... Ну, не знаю. Все действительно прекрасно. Все действительно прекрасно. Ну, если люди так выглядят, у них не может быть что-то плохое. Ну, да ладно. Все, выдохнул, выдохнул. Продолжим. Так, тема. Напомню, как изменилась работа банка, состояли клиенты после кризиса. Давайте, если позволите, с финала я прям начну, этой формулировки. После кризиса. Кризис вообще почувствовали все? Клиенты? Ну, и вы, в частности, как представитель финансового суту? Наташа. Да, я, наверное, позволю своей коллеге начать, потому что действительно кризис был. Он коснулся, наверное, всех слоев населения. Он коснулся всей страны, всех городов. Возможно, он коснулся в меньшей степени Москвы, столицы. Но, тем не менее, наверное, в меньшей степени, потому что... А вот если, извини, пожалуйста, да, я продолжу твою мысль, твои рассуждения. Ну, есть такая избитая позиция, что теряет тот, кому есть чего терять. Ну, и не секрет, да, что в Москве люди, как правило, обладают, ну, неким преимуществом. У них чего-то больше, чем... Всех остальных регионов. Чем у всех, да, чем на периферии. Может быть, как раз по Москве-то шарахнуло больше всего, нет? Ну, это вот мое мнение. Вы знаете, шарахнуло, наверное, по всем, так скажем, да? Просто для кого-то меньше, для кого-то больше. И кто-то вышел из этого с меньшими потерями, кто-то с большими потерями. Потому что мне кажется, что все-таки все попали под эту волну. И все это прочувствовали на себе. Почему сказала, что в Москве, наверное, меньше? Потому что, действительно, все-таки Москва — это концентрация всего денежного потока, так скажем, да? И всего, в принципе. Поэтому здесь, наверное, как-то прошло это менее жестко, чем это прошло время. Может быть, вот тогда вот о такой логике рассуждаем? Если Москва — это концентрация всего, здесь люди умеют и заботиться о рисках, что ли, да? В первую очередь вполне возможно, что люди сейчас, в принципе, стали более финансово образованы, финансово подкованы. Мы сегодня обязательно об этом поговорим. Безусловно. Это бич. Вот кого бы я не приглашал в студию, мы, в конечном итоге, упираемся в то, что люди не подкованы, неграмотны финансово. О чем бы ни шла речь? О банковских ли, депозитах ли, о рынках фондовых, там, о счетах еще. Извини, пожалуйста. Да, наверное, если говорить в целом про нашу тему, она действительно интересна, и даже интересна не столько с точки зрения каких-то серьезных научных исследований, но с точки зрения обывательской. Потому что действительно каждый из нас в первую очередь является человеком, который живет здесь и сейчас, и просто мне самой перед эфиром было очень интересно проанализировать, а что же действительно изменилось в наших клиентах, как они стали, какие они стали. То есть мы будем сравнивать именно их до кризиса и после? Наверное, да, по крайней мере, я с этого начну, потому что действительно отличия есть. То есть наш портрет клиента сегодня, после кризисного, да, в первую очередь, конечно, нужно отметить, что клиент стал менее богатым с точки зрения того, что если раньше было больше... Причем неважно, вот смотри, у нас состоятельные клиенты в теме завязаны. Я сейчас поясню, я сейчас поясню, что значит менее богатым, то есть если раньше на 100 было 100 миллионов миллионеров, допустим, да, то сейчас стало 50 миллиардеров. То есть он укропнился, клиент, а те, кто был миллионерами, то есть они либо, так скажем, немного помельчали, поэтому клиентов стало меньше. Это как тот анекдот, да, как девушка может сделать из мужчины миллионера? Примерно да, вы знаете, да, как сделать из мужчины миллионера. Надо познакомиться с миллиардером, да, и быстренько сделать. Наверное, так, да. Именно поэтому то, что клиентов состоятельных стало меньше, назовем состоятельных клиентов VIP-клиентами. А цифру корректно озвучивать? То есть вот я попаду, не очень корректно, да? Вы имеете в виду... Ну, я попаду вот в эту категорию VIP, если у меня, условно говоря, на счету, вот... Я думаю, что это в разных банках по-разному, каждый банк по-разному оценивает своих VIP-клиентов. Но все равно, наверное, порядок цифр, я не знаю, миллион рублей или миллион долларов. Я думаю, что это нужно брать в зависимости от банка. Если это банк топ-10, то это, наверное, там от 10-15 миллионов рублей, если это банка топ... То есть 15-10 миллионов рублей у меня на счету, и я VIP-клиент, то я уже в эту зону попадаю. Так примерно? Ну, примерно так. Если говорить грубо, да. Это первое, да, про сокращение количества. Соответственно, отсюда вытекает второе. Это то, что банки действительно держатся за своих клиентов. Наташа, прости, пожалуйста, вот никак не могу остановиться. Все время хочется с тобой, ну, не полемизировать, а разговаривать просто. Вот мне интересна такая мысль. Я понял, значит, твой посыл стало меньше, да, численностью эта группа, да, состоятельная клиентов, но она, тем не менее, разбогатела, да? Да, безусловно. А вот по какой причине, опять мы не возвращаемся к этому известному анекдоту, по какой причине? То есть те, кто входил в эту группу, они обеднели, или те, кто остался в этой группе, они разбогатели? Наверное, богатые разбогатели. Богатые разбогатели. Я все-таки склоняюсь, наверное, к этому мнению. Причем это результат кризиса. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. На коротких позициях, да? Это такой слэнк у нас есть. Вы знаете, я же в самом начале поэтому и сказала, да, что кризис для кого-то стал, скажем, критичным. Критичной точкой – это точка отсчета для чего-то нового, а для кого-то продолжение и укрупнение своего счета. Поэтому именно так. И сейчас клиент все же стал более финансово грамотным. Он стал грамотным не только с точки зрения выбора банка, но сейчас уже он выбирает не столько банк, сколько он идет за своим менеджером, с которым, возможно, пережил кризис. С которым, возможно, пережил какие-то свои… Но менеджер в банке в каком-то деле? В банке, безусловно. Клиентский менеджер, который ведет… Или он свободный агент, как, знаете, в футболе есть такая… Если говорить про структуру, то, естественно, в каждом банке есть подразделение, которое занимается работой с состоятельными клиентами. И, естественно, в этом подразделении есть клиентские менеджеры, которые ведут своих клиентов. Соответственно, клиенты идут за менеджером, потому что сейчас вопрос доверия, он стоит на первом месте. То есть если клиент не доверяет своему менеджеру, то даже если… А в этом случае, да, уместно вспомнить, что мы с этим менеджером прошли огонь, воду и медные трубы. Конечно. Если человек прошел через потрясения такие уже… Конечно же, это точно так же, как касается дружбы, семьи, да, то есть если ты проходишь… Пока все хорошо, да, это друг. Да, его сложно проверить. Не случайно, да, говорит, надо путь в соли сесть, а как проблема, и сразу выясняется, как у Высоцкого. Да, да, все верно. Ну вот, наверное, если говорить про финансовую грамотность, то сейчас клиент тратит меньше. Тратит меньше, потому что, наверное, научился считать деньги. Если раньше это, можно сказать, если это бросалось на ветер, то сейчас это какой-то уже обдуманный подход к финансовому планированию. Про финансовое планирование вопросы задают практически все, потому что все хотят понимать, что будет не завтра, а что будет через 5-10 лет. И это важно, это правильно, и именно здесь клиентский менеджер, основной проводник клиента, собственно, по его финансовому. А удается Вам рассказать, что будет, Лен, что будет через 5-10 лет? Ну, Вы знаете, здесь сложно что-то рекомендовать клиенту, что будет через 5 или через 10 лет. Извини, я просто опять моделирую. Вот ситуация у нас, сухой остаток, в основном посвящен событиям на финансовых площадках, ну, мы трейдингом, да, занимаемся. И, естественно, обычный вопрос, да, вот там акции Газпрома, Сбербанка, Распадской, вот что будет к концу недели, что будет, да, с горизонтом до конца года, что будет в долгосрочной перспективе. И вот мои гости, аналитики у Вас, они сидят и пыжатся, краснеют и пытаются на эти вопросы отвечать. Вам удается? Ну, Вы знаете, на самом деле у нас в банке есть аналитика, да, которую мы предоставляем клиентам раз в месяц, о том, что происходит на сегодняшний день, что они прогнозируют, что будет через полгода, через год. Поэтому я думаю, что клиентскому менеджеру не стоит рекомендовать клиенту и говорить, что будет через какой-то период времени. Ну, это не его дело, наверное. Да, необходимо просто грамотно предоставлять те аналитические прогнозы, которые готовят ведущие аналитики. Дальше все-таки выбор должен быть за клиентом. Клиентскому менеджеру самое важное, это правильно преподнести ту информацию, которую он обладает. Но он обладает ею с помощью непосредственно профессионального. То есть это не его личное мнение. Нет, это не его личное мнение. В уголочек отвел клиент и говорит, ты знаешь, что-то сердце у меня как-то покалывает. Нет, это не мнение даже аналитиков одного банка, то есть это собирается, ну, рекомендации мнения аналитиков крупнейших нескольких банков, соответственно, сводится в одну общую. То есть мы всегда, вот, есть проблемы, да, когда служим в третьем мнении, сторонние мнения, да, все время вопрос, а можно ли ему доверять? В данном случае можно. Ну, я думаю так, что когда в 2008 году у нас доллар пошел вверх, ни один аналитик этого не сказал. И если бы, наверное, все знали, все бы кто-то не предсказал, скажем так. Поэтому, когда у меня клиенты спрашивают, там, либо клиентских менеджеров, а что будет, что не будет, здесь очень сложно сказать. И я провожу простой пример. 2008 год. Доллар резко пошел вверх. Лен, это очень интересная тема о том, как себя чувствует доллар. Давайте мы послушаем новости сейчас, а потом ее продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем на Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему, как изменилась работа банков после кризиса. Ну, вот в теме у нас есть фраза «состоятельный клиент». Я думаю, мы поговорим о всех клиентах, потому что это так интересно. Напомню, сегодня в гостях у меня две очаровательные гости. Это Елена Разговорова, начальник управления организацией работы с состоятельными клиентами «Ренесас Кредит». И Наталья Копино, заместитель генерального директора банка «Китфинанс». Еще раз добрый раз, видите, как я заговариваюсь? Раз еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Раз еще раз, да. Еще раз добрый вечер, милые дамы. Значит, мы продолжим наш разговор. Лен, интересная тема, но интересная в принципе и интересная для слушателей. Вот в преддверии кризиса восьмого года. Причем я, ну и вы наверняка представляете, не так давно было. Как все было радужно накануне восьмого года, ну может начиная с четвертого, с пятого, с шестого. Опять я применительно к своим заморочкам, как росли фондовые рынки в частности. Как ростут цены на сырье. Все как-то было так радостно и красиво. И уж никто не думал о том, что это рано или поздно вот таким образом все произойдет. И в этом случае рубль был, как он себя чувствовал, да, ты помнишь наверняка же? Накануне восьмого года, что-то двадцать четыре, по-моему, он стоил. Ну, двадцать три, двадцать четыре. Было забавно, я читал средства информации, да, и наши олигархи, наши главы нефтянки, они плакали. Они плакали, потому что у них уходит же, у них экспортная выручка становится меньше существенно. И они говорят, у нас же нет денег, мы сейчас вот, они такие бедные и несчастные. А все, наверное, злорадствовали, слушали и злорадствовали. Ну, как же. Ну, они не лукавили. Не лукавили, безусловно, нет, но мы это понимаем. А представляешь, вот как это выглядит, да, когда человек по телевизору смотрит, сидит у себя в деревне где-нибудь, что выходит олигарх и плачет, и искренне это делает, и не притворяется. Вы знаете, на самом деле, на тот момент силен был тот, и на коне был тот, у кого был кэш, были наличные, да. Поэтому вполне возможно, что для олигархов, у которых деньги в основном размещены в каких-то активах, да, то есть это и есть проблема. Проблема, безусловно. Да. Ну, Лен, тем не менее, ты рассказывала о долларе, как он потом себя неприлично повел, а вы это все предвидели, да? Ну, мы это все не предвидели. Я думаю, что это вряд ли кто-то предвидел, как я уже сказала. А есть такой дяденька американский, кстати, он все угадывает. По фамилии, как его фамилия, Наташа? Я поняла даже, о ком вы говорите сейчас. Да, да. Вылетел из головы. Последний, даже недавно был. Рубини, Даниэль Рубини, да? Даниэль Рубини. Он все предсказывает. Он седьмого года кризис потечный штатовский предсказал, восьмого года глобальный предсказал. Сейчас он говорит, полгода максимум Евросоюзу еще дышать спокойно. Сейчас начнется развал, да? Потом глобальный кризис, потом... А, кстати, до глобального кризиса мы можем не дожить. У нас же 21 декабря 2012 года намечен конец света. Вы тоже в это верите, я так понимаю, искренне. Я в это не верю, Наташа. А ты не веришь? Вы знаете, наверное, я позволю себе не поверить, потому что слишком много не сделано, слишком много хочется сделать и слишком много планов. Нет, и потом слишком часто обещают конец света, и все он никогда не наступит. Поэтому, конечно, все это забавно. Я возвращаюсь. А на что вы ориентируетесь, ваши специалисты, на что ориентируются, когда пытаются, ну, давай так, не предсказать, не предугадать, а какие-то перспективы нарисовать вот в отношении курса, например? Ну, на самом деле, здесь сложно нарисовать какие-то перспективы в отношении курса. Клиенту всегда предлагается диверсификация портфеля, да? То есть это рубли, доллар, евро. Евро не исчез из этого портфеля диверсифицирован? Нет, нет. Ну, на самом деле, если смотреть там клиентские портфели, то, ну, каждый, наверное, третий, четвертый клиент размещает там, например, там 30-30-30, скажем так. То есть все-таки идет диверсификация. Люди после восьмого года... Лен, 30-30-30, это 90, а еще 10. А еще 10, возможно, в какие-то инвестиционные продукты, то есть гарантии капитала. Ну, то есть в любом случае, то, о чем говорила Наталья, финансовое планирование, где клиенту предлагается полный спектр с точки зрения депозитов и инвестиционных продуктов. Вот если вы не возражаете, вот сейчас об этом мы давайте поподробнее поговорим, потому что я еще раз повторю, на мой взгляд, ну и не только на мой взгляд, это из передачи в передачу, мы еще раз говорю, с этим обязательно сталкиваемся, что слово население не очень корректное, наверное. Слушатели тем более. Вы что имеете до клиентов? Я имею в виду, что... Вы имеете до клиентов, которые пользуются услугами банка? Да, и даже тех, которые не пользуются. Большинство наших сограждан, вот так давайте пафосно я назову, да, они финансово неграмотны. Они неграмотны, они не знают элементарных вещей. Ну, даже вот начиная с финансового планирования. Ну, как жить, не планируя свои расходы? Вы знаете, я, наверное, с вами и соглашусь, и не соглашусь. Да, многие клиенты, которые приходят в банк, они, наверное, финансово неграмотны. Но именно для этого и существует институт клиентских менеджеров, финансовых консультантов, как угодно их можно назвать, для того, чтобы помочь им разобраться в текущей ситуации. Смотри, а если вы тогда поставите вопрос? Клиент, ну, не клиент еще, да, человек, который пришел в банк, он уже все-таки финансово, ну, если неграмотно, он ориентирован финансово. Безусловно. А есть огромное количество, которые говорят, я никогда не пойду в банк. У меня есть вот какой-то кэш, да, какой-то в этом случае. И он лежит под подушкой, он в матрас зашит, и все, никакой банк мне не нужен. Вот это, вот это, вот это, как преодолеть? Вы имеете в виду, какой процент таких людей, или что, как их привлечь в банк, чем их привлечь в банк? Ну, для этого, собственно, банки и существуют, для того, чтобы деньги из кубышки превратились в деньги на счете. И для этого есть, так скажем, много способов. Например, те же самые круглые столы, которые мы организовываем с клиентами, те, которые не готовы. Это потенциальные клиенты, которые сказали, что мы никогда, мы нигде, вот нам спокойнее так. А как вы на круглый стол его заманите? В любом случае, я не знаю ни одного человека, который не пользовался банковскими услугами сейчас. У всех сейчас уже есть кредитные карты, у всех сейчас есть просто карты, зарплатные, в конце концов, карты, да, самые элементарные. Ну, с этого, да, с этого все началось. И, соответственно, если ты уже есть в базе какого-то банка, тебе в любом случае будет звонок, и будут клиенту предложены некие услуги, приглашения на первую встречу, для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы просто объяснить, чем тот или иной продукт может быть интересен именно для этого клиента. По крайней мере, это наш подход, и мы считаем, что он достаточно корректный и правильный. Ну, я здесь еще добавлю, на самом деле, я считаю, что таких клиентов у нас, ну, меньшее количество, то есть, ну, там, я не знаю. Таких, каких? Неграмотных? Неграмотных, которые сейчас хранят деньги под подушкой, потому что нам помогает страхование вкладов, да, сейчас сумма по страхованию вкладов увеличилась до миллиона рублей. Она уже увеличилась? Ну, вот в ближайшее время, там, законодательство будет, что будет увеличена сумма до миллиона рублей, и поэтому клиенты все равно, там, до 700 тысяч рублей, то, что на сегодня у нас есть, они все равно размещают в банках. Я думаю, что таких клиентов меньше, меньшеество. Хорошо, а вот тогда с другой стороны я подойду к этому. Смотрите, кризис накрыл, ну, всех, одних в большей степени, другой в меньшей степени. Естественно, и банки почувствовали проблему, да, после кризиса, и народ терял деньги, но это мы все, приятно, да. И так-то уж не очень грамотное население наше, родимое, сограждане наши, еще и потеряли в результате этого доверие к банкам в том числе. Вот это чувствуется, ну, сейчас, наверное, после кризиса, понятно, это чувствовалось, а сейчас, да, прошло 4 года уже, вообще чувствуется, ну, если не доверие клиента к банку, то, по крайней мере, его недостаточный интерес. Вообще, есть проблемы с клиентурой у вас? Ну, на самом деле, проблем с клиентурой, скажем так, нет. Я могу так ответить на этот вопрос. Клиенты проверяют банк и, ну, доверие к банку. То есть, изначально клиент может разместить какую-то небольшую сумму денежных средств, да, скажем так, попробовать, как многие клиенты говорят, ну, вам испытательный срок. Как это работает. Даем, да, как вы работаете, какой у вас сервис, потому что все еще зависит не только от менеджера, но и от сервиса, который предоставляет банк, ну, посредством своего клиентского менеджера. Поэтому многие клиенты, они размещают какую-то часть денежных средств, пробуют банк, пробуют его продукты, услуги, пробуют сервис и потом дальше пополняют свои депозиты и счета. Также могут уже в дальнейшем рекомендовать друзей. Поэтому я не могу сказать, что там к банку, например, ну, не к Ренессанс Кредит, не еще к какому-то клиентам боятся. Ну, я понял. То есть, недоверия этого нет. Я, Елена, наверное, опять же, здесь не совсем соглашусь, потому что я бы не стала так легко говорить о том, что нет проблем с клиентами, да, потому что все-таки после кризиса восьмого года стало намного сложнее привлекать, переманивать клиентов из других банков, потому что из других банков и вообще. Ну, в том числе. Конечно, подорвался институт доверия, безусловно. Именно поэтому я и говорила изначально, что, наверное, в большей степени сейчас наши клиенты доверяют не столько банку, а сколько клиентскому менеджеру, который в нужный момент подскажет, уведет, предоставит некую информацию дополнительную, на основании которой клиент уже сам примет решение. Это, безусловно, сложно, потому что рынок уже поделен. Это нормальная ситуация. И здесь говорить о том, что кто-то конкурент нам или мы кому-то конкурента, да, мы все находимся в одной среде. И здесь уже срабатывает, наверное, то правило, кто сильнее не с точки зрения, может быть, своих рейтингов, хотя это, безусловно, тоже влияет на мнение клиента, да, но также и кто качественнее, кто лучше, кто предоставляет более интересную, более... Разнообразную. Разнообразную продуктовую линейку и тот сервис, которого, в принципе, у нас в Москве нет. Да, сервис, про сервис говорят все, про качество говорят все, но это случается ровно на том моменте, когда ты приходишь в нужное место, тебе продают и про тебя забывают. И именно сейчас, мне кажется, банки ориентируются в большей степени на предоставление качественных услуг и того сервиса, которого не хватает клиентам в повседневной жизни, куда бы он ни пришел, независимо, супермаркет это, химчистка или это банк. Это так, это так. Я, кстати, в связи с этим, ну, я, во-первых, согласен с тобой, да, и мы, наверное, чуть позже об этом еще поговорим. Я вспоминаю, вспоминать, это было на прошлой неделе, у меня проблема со связью возникла, я не буду, естественно, упоминать имя этого великого оператора, да, предоставленного услуга. Ну, тем не менее, действительно, вот этот сервис изменился, потому что если раньше, да, когда вы дозвонились до него, вас просили подождать, вам в лучшем случае включали музычку и вы ждали полтора часа пока, значит, либо теряли терпение, бросали трубку и переходили к другому оператору. Сейчас все гораздо интереснее. Гораздо интереснее, гораздо оперативнее, согласна с вами, оперативнее. Здесь, как вы знаете, кто первый встал, того и так. Да, да, насчет оперативности, кстати, подожди, я недорассказал еще историю-то. Насчет оперативности я как раз... Я ждал те же полтора часа, но при этом, при этом, значит, значит, ну, во-первых, да, милая девушка, сняла, представилась, пожелала мне доброго дня. Потом звучала эта же музыка, она периодически переключалась. Я еще здесь, а, вы еще здесь, ну, вы не переживайте. И все время, значит, ну, как лейтмотив такой, да, не кладите трубку, вы нужны нам, вы нужны нам. И вот полтора часа я это слушал, и, знаете, я ее положил. Вот такой вот сервис. Хорошо, мы продолжим об этом разговор, послушаем новости сейчас. Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, мы продолжаем, продолжаем. На Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем проблемы. Ну, не хотелось бы обсуждать проблемы. Давайте, давайте, мы осуждаем прекрасные стороны из жизни банков. Есть ведь такие стороны? Они все прекрасные. Да, их гораздо больше. Так вот, как изменился этот бизнес, как изменилась жизнь банков после кризиса? В гостях, напомню, Елена Разговорова, начальник управления организацией работы с состоятельными клиентами Ренессанс Кредит, и Наталья Капино, заместитель генерального директора банка Китфинанс. Собственно, о сервисе, о сервисе. О насущном мы говорили с вами до новостей. Вот что происходит, действительно. Это ментальность такая у нас. Куда ни приди, в банк ли, в супермаркет ли. Вот я привел из последних дней жизни, из недавних дней жизни пример, да, когда оператор МТС. Хотя внешне все так красиво, даже если говорить, ну, опять про тех же операторов, оператор мобильной связи, боже мой, что я произнес его в слух, но мы вырежем потом. Все красиво делается, да, заходите, раздвигающиеся двери, везде сейчас электронная очередь, да, никаких криков, стонов, все красиво, там, картиночки. А отношения такие же. В банках то же самое? Я, сейчас думаю. Наверное, я... Мне кажется, что это везде. Это везде, но это от чего, хорошо, это ментальность наша такая. Я думаю, что это люди, ну, это люди, это люди, ресурсы, да, те, которые делают бизнес, любому банку, любому учреждению, вот, поэтому здесь сложно сказать, да, но в качестве сервис нужно вкладывать. Понятно, что сейчас многие говорят по шаблону, по скрипту, и как многие, там, один мой знакомый сказал, слушай, ну, когда мне позвонили, стали предлагать какие-то услуги, не буду называть тоже банк, я одно спросила. Девушка, вы по скрипту читаете, или вы мне от души хотите что-то предложить? То есть люди реально начали чувствовать, когда... Ну, девушку сложно в этом, опять-таки, да, она выполняет свои обязанности профессионально, причем не факт, она же может по скрипту читать, но читать от души. Такое же бывает, да, текст ей дали, но она от души. Ну, действительно, есть разные люди, которые могут скрипт прочитать как скрипт, а есть, когда люди читают скрипт таким образом, что тебе хочется прийти и купить продукт в данном конкретном учреждении. Знаете, Олег, я хочу заметить только одно, что в нашем банке порядка 60% клиентов новых приходят по рекомендациям. То есть здесь, в принципе, цифра говорит сама за себя, это означает, что если тебя рекомендуют, если о тебе говорят, и тебя, как твоего друга, приглашают присоединиться к чему-то, где есть хороший сервис, то есть пойти в этот банк или пойти в этот магазин или пойти в этот ресторан, то значит, я считаю, что половина дела сделана. Я, извините, я перебью, не хочу никого обидеть, но я прекрасно знаю подобный маркетинговый ход. Приведи двух друзей и получи скидку 20% на услугу. Это же не говорит о сервисе, да, это есть некая акция, которая направлена на увеличение... Ну ты вот не об этом сейчас говоришь? Нет, я говорю не об этом. Я говорю о том, что если, допустим, Олег, вы станете клиентом нашего банка, и вам настолько понравится, вы поверите, да, что действительно существует хороший сервис, существует то, о чем вы всегда мечтали, вы наверняка порекомендуете нас своим коллегам по работе, может быть, своим родственникам, да, и я именно об этом говорю. Это очевидно, конечно. Это очевидно, да. И если вам один раз делают плохо, то вы, наверное, вряд ли уже, да, то есть это как по жизни, то есть лучше... Безусловно. Поэтому лучше начинать делать хорошо и продолжать это, поэтому для нас, допустим, есть такое направление, которое отдельно выделено, направление, которое занимается качеством обслуживания, и мы уделяем это очень много времени и внимания. Действительно, я соглашусь, Лена, это должно быть отдельное направление в банке, которое занимается только этим. А как это выглядит, вот это направление? Вот, кстати, Лена, я так понимаю, да, вот название, я долго за эфиром учился его читать, ты начальник управления организации работы. Вот это как раз оно и есть. Вот это как раз оно и есть, то есть то, что включает в себя качество и сервис обслуживания клиентов, да, продуктовая линейка для клиентов, привлечение новых клиентов, да, и, соответственно, развитие данного конкретного направления. В качестве сервиса обслуживания, то есть вопрос, да, как оно строится в банке, да, конкретно, я могу сказать так, но первое, что делается, да, это обязательно там раз в три месяца мы проводим анкетирование клиентов, что им нравится, что не нравится, какими продуктами они пользуются, какими они бы хотели пользоваться. Также соглашусь с Натальей с точки зрения рекомендации, мы следим за эффективностью привлечения клиентов, откуда к нам приходят клиенты, и рекомендации составляют 50% новых клиентов, то есть это действительно работает. При этом, вот, приведи друга, получи подругу, вот это для меня просто ужасное на самом деле, я считаю, что клиенты должны рекомендовать, ну, потому что мне это нравится, мне здесь хорошо, и я рекомендую это не потому, что я что-то получу от этого. У наших клиентов, да, богатых и так все есть, в принципе, их вряд ли чем-то удивишь, да, там, подругами, ручками, либо бутылкой вина, вот. Ну, это мелочь, но приятно. Да, второе, это так называемые мистер-шопперы, которые приходят в банк в виде потенциальных клиентов и по чек-листу проверяют, как обслуживают клиенты, все ли продукты были предложены. В том числе, я бы сюда еще добавила в качестве сервиса, это то, как выглядят наши менеджеры, как мы недавно спросили, у нас был опрос у наших клиентов, и практически каждый второй отметил это. Мне важно, как выглядит мой клиентский менеджер, мне все равно, кто это, мужчина это или женщина, но мне важно, как она выглядит, как она со мной разговаривает, какой у нее, ну, там, уровень IQ, конечно, сложно сказать, но вплоть до маникюра для них это важно. Ну, это нормально, мне кажется, тем более мы говорим о состоятельных клиентах, вот человек искушенный, как минимум, в этом. Я, конечно, параллель будет неловкая такая, но вы представляете, насколько у меня сегодня вот загорелись глаза, когда вы пришли ко мне в гости? Мне тоже это важно. Именно поэтому мы, наверное, работаем в этом направлении. Я думаю, что да. Все же от головы. Это логично, это логично. Хорошо. Ну, помимо озвученных вами действий, которые может предпринять банк для того, чтобы привлечь клиента, есть некие, ну, профессиональные, я имею в виду профессиональные, непосредственно связанные с финансами, ну, в частности, вот процент по ставкам. Ведь очевидно, да, ну, наверное, сложно сейчас говорить с восьмого года, мы будем, давайте, последние полгода возьмем, вот этот период. Очевидно, что депозитные ставки подавляющие большинство банков поднимают, причем некоторые делают это неприлично. 14% годовых это неприличная процентная ставка. При ставке рефинансирования 8,25, да, и при... Ну, разрешенная ставка ЦБ ниже. Вот именно, гораздо ниже причем. Это не... Кстати, за это не наказывают? Ну, ну... Ну, как, розгами высекут, да? Высекут розгами. Ну, ЦБ следит за этим. Ну, лицензию не решают же в конце. А как он следит? Он письмецо, правильно? А вы его куда-нибудь под... Хорошо, ладно, ладно. Ну, вы знаете, на самом деле, иметь дело с регулятором, это, наверное, не так весело, как нам здесь сейчас в студии. Это естественно, конечно. Конечно, у регулятора есть свои правила, и каждый из банков старается их придерживать, но если говорить про тенденцию роста ставок, то она, безусловно, сохранится. Если говорить про депозиты, то она сохранится и в четвертом квартале, и, наверное, там до середины, возможно, следующего года. Но в связи с этим будут расти еще и ставки по кредитам. Безусловно. То есть это нормальная совершенно взаимосвязь между одним и другим. Поэтому, собственно... Это нормально. Хорошо. А в этой связи давайте так. Проблема привлечения депозитных, да, счетов и проблема привлечения кредитов. Она каким образом? Нет, здесь, наверное, немножечко я скорректирую, да, то есть депозиты банк привлекает, а кредиты выдает. Я имею в виду клиентов, да, клиентов. Вы имеете в виду, что интереснее? Ну, я не думаю, что интереснее. Я тоже не совсем была вопроса. С чем сталкивается банк, да, вот в этом смысле? Ну, мы обсудили уже о том, что ему, банку надо заинтересовать человек, который принесет ему деньги. А чем надо заинтересовать человека, чтобы дать в долг? Ну, здесь я могу так сказать, что первое, это процентные ставки, ну, смотря какие кредиты, да, ипотечное кредитование, автокредитование, потребительское кредитование. Ну, наиболее популярное какое сейчас? Сейчас ипотека, наверное, ипотребкредитование, скажем так. Ипотека, мы все знаем, что ипотечное кредитование, это банк номер один, потому что там самые низкие процентные ставки. Ну, у него есть возможность такая. Есть возможность, и вся Москва, и все регионы, все новостройки аккредитованы именно этим банком, поэтому, наверное, другим банкам сложно конкурировать с точки зрения ипотеки. А здесь нет смысла пожаловаться в ФАС, сказать ему ФАС? Все зависит от фондирования. Поэтому здесь нет некого... Здесь жаловаться можно только на самих себя. Да, это да. Здесь некого, вот это, да, проблемы с недобросовестной конкуренцией здесь не наблюдается. Ну, вот если я так отвечу, я считаю, что привлекать клиента на кредиты, наверное, проще, чем привлекать клиента на депозиты. Ну, вот, я не знаю, Наталья с вами согласится, нет. Да, безусловно, потому что это намного проще. Все-таки у нас общество потребления, как бы мы не хотели... Все еще. Ну, как все еще. Оно еще только, наверное, начинается, да. Поэтому это совершенно нормально, что клиенту всегда нужны будут деньги, да. Ему всегда нужна будет потребность. Это будет потребность в кредитных картах, в потребительских кредитах, пусть даже небольшие. Потому что, конечно, мы все потребители, мы все хотим жить лучше, мы все хотим жить здесь и сейчас. Вот и сейчас все самое главное. Это тоже тот продукт, который наиболее востребован банками. И соглашусь с Еленой, что клиент очень аккуратно подходит банку в выборе размещения депозита, например, да. Потому что, то есть, либо он идет уже к конкретному человеку, к конкретному менеджеру, которому порекомендовали. Ну, то есть, это очевидно, да, у него есть деньги и понятно, что он за них беспокоится. Конечно, конечно. Одно дело, ты получаешь от банка кредит, деньги, да, другое дело, ты несешь в банк деньги. Ну, здесь я бы еще хотела добавить, что клиенты все-таки диверсифицируют свои деньги по нескольким банкам. Ну, это с точки зрения пресловутых гарантийных выплат, да? Да, ну, даже если они привязаны к менеджеру какому-то, к одному. То есть, вот, по моему опыту я могу сказать, что один клиент может размещать в банках, в нескольких банках свои средства, причем в разных пропорциях. Ну, цель, какую вам преследует цель-то? Просто диверсификация своих средств в разных банках. Понятно, что есть люди, которым я доверяю, есть друзья, которым я доверяю, но жизнь есть жизнь, скажем так, поэтому здесь диверсификация по банкам. Я здесь, наверное, поправлю, потому что помимо диверсификации, все-таки наш клиент, он нацелен не на сохранность, только с точки зрения, скажем, если сравнивать западный правитбэнкинг и наш, да, все-таки на преумножение. Поэтому клиент все же старается выбирать банк, где ставки повыше, где по депозитам, где ставки пониже. Условия более привлекательные, да, согласна. Поэтому все-таки клиенты стараются получить доход, скорее доход, нежели чем... Наташа, ну смотри, банковский депозит. Ну, о каком доходе может идти речь, если процентная ставка, ну, как правило, да, традиционно направлена на то, чтобы покрыть риски инфляции? Я не буду называть цифры, ну, в валюте как минимум, да, вот они маленькие, в рублях побольше, а инфляция вы знаете какая? О каком доходе может идти речь? Здесь я могу сказать, что, опять же, если говорить про диверсификацию, то она не столько, наверное, и не только в размещении депозитов, но, наверное, и вообще управление своими активами, своими финансами в целом. То есть то, о чем я говорила, о финансовом планировании. Потому что, безусловно, депозит это не высокодоходный продукт, это в первую очередь. И, конечно же, сейчас клиенты стараются вкладывать в недвижимость, в стрит-ритейл, да, то, что будет такой твердый залог, который всегда будет с ним, который будет приносить доходы. Вот, знаете, вот, мне интересует как раз именно этот момент. Вы говорите, клиент диверсифицируется, а банк, ведь он, собственно, тоже достаточно мобильным должен быть в этом случае. Он может диверсифицировать свои услуги. Ну, я проще объясню, да, пришел клиент, у него много денег, он говорит, я все на депозит, вот эту часть я на депозит, а на это я хотел бы заработать. Что вы мне можете предложить? Ну, банк, соответственно, предлагает клиенту, в зависимости от того, насколько он готов к риску, либо не готов к риску, то есть, конечно, часть денежных средств размещается на депозитах, и часть денежных средств, в зависимости от того, насколько клиент готов рискнуть, это размещается либо в доверительное управление, в акции, в облигации, то есть, какие-то инвестиционные продукты, которые банк параллельно предлагает клиенту. Банк предлагает эти продукты, есть такие предложения. То есть это то, о чем говорила Наталья, когда с клиентом начинается разговор, начинается финансовое планирование, что вы хотите, к какому риску вы готовы, какую доходность вы хотите, сколько вы хотите сохранить. В зависимости от этого формируется личный портфель клиента, на какую часть денежных средств он готов вложить, сохранить, получить доходность, какую часть денежных средств, соответственно, инвестировать в инвестиционные продукты. Вот именно это я и хотел услышать, собственно, о финансовом плане. Мы сегодня его анонсировали уже, мы сейчас поговорим, у нас осталась последняя часть, послушаем новости, а потом продолжим. Итак, уважаемые слушатели, последняя часть нашей программы «Сухой остаток» на Финам.фм, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня обсуждаем бизнес банковский. Тема звучит так, как изменилась работа банков с состоятельными клиентами после кризиса, но мы решили поговорить о всех клиентах. Разговор сегодня у нас, ну, мне лично очень нравится этот разговор. Прежде всего, мне нравятся мои сегодняшние гости, а точнее гости. Я напомню, это Елена Разговорова, начальник управления организацией работы с состоятельными клиентами «Ренессанс Кредит» и Наталья Копинос, заместитель генерального директора банка «Китфинанс». Продолжим. С удовольствием. Ну что ж, очень много мы сегодня, я надеюсь, полезного сообщили в эфир нашим слушателям и, ну, наболевшие об этом уже произносил несколько раз. Об этом говорил уже несколько раз. Давайте мы в последней части поговорим о финансовом планировании. Ну, термин для многих незнакомый, еще раз повторю. Хотя это неправильно. Финансовое планирование, как оно должно выглядеть, что нужно, да, человек, что должен, ну, буквально там, пошагово, да, что должен делать, на что посмотреть, куда обратить внимание, как это, как этот процесс. Ну, на самом деле, это достаточно интересное и увлекательное занятие, потому что… Вот, вот, главное с огоньком. Да, вы знаете, потому что, наверное, не совсем хотелось бы говорить серьезным банковским языком, да, просто донести информацию до того, что, до слушателей, которые не знают, что это такое, и сказать, что, вы знаете, увлекательно. Увлекательно, потому что открываются глаза клиенту на какие-то вещи, да, то есть в процессе общения с менеджером ты понимаешь, что действительно твои деньги, с которыми ты приходишь в банк, они могут сыграть тебе в плюс в зависимости от характера, от темперамента. Агрессивный ты клиент или ты консервативный, да, и на самом деле это такое занимательное занятие, после которого, например, многие клиенты возвращаются и говорят, спасибо, вы знаете, я вот, вы мне сейчас дали… Не открыли глаза. Вы мне сейчас рассказали, а я еще посмотрела в интернете какую-то информацию, и, вы знаете, я понял, что вот я выбираю это, например, или мне интересно это направление. Я, допустим, то есть раньше большинство клиентов, наших клиентов вкладывались в пифы, это было модно, это было прибыльно, это был бум, да, и очень много клиентов сидели, но последний год отток из пифов, связанных в основном с глобальным уходом от рисков, который проявлялся в снижении интереса к рынку акций, это в целом, если говорить, особенно в развивающих странах, и интерес к пифам как основному инструменту инвестирования на фондовом рынке. Поэтому сейчас это снижение чувствуется, и клиент стал более аккуратный, и, естественно, когда он приходит к тебе и интересуется пифами как инструментом, наверное, клиентский менеджер должен дать некую аналитику, сказать, что какая ситуация на рынке, что может быть в плюсе ему, что может быть в минусе. И так касается, так скажем, вот всех его средств, вот представляете, вы приходите к нам, приносите нам миллион. Давайте, вот я пришел к вам, да. Не важно, вы приходите, да, мы говорим, Олег, прекрасно, здорово, что у вас есть миллион. Что ты пришел, спасибо, что пришел. Вы пришли, что у вас есть миллион, что вы хотите сделать с этим миллионом? Вполне возможно, у вас есть уже какие-то предпочтения, и вы уже знаете, что бы вы хотели. Давайте так, значит, миллион делим пополам. Вот 500 тысяч я хотел бы сохранить, гарантии какие-то, ну, максимальные, я понимаю, что гарантии только стопроцентные там бывают. Сейчас я показал на потолок. Ну, максимально, как вы можете предложить мне, да, и чтобы хотя бы справиться с инфляцией, вот это, вот это еще. А на остальное я, ну, я не сильно рисковый, надо признать, но на остальные 500 тысяч все-таки немалые средства. Я планировал бы, может быть, что-нибудь заработать. Ну, конечно, не 10%, не 7%, не 11%, ну, процентов 20-30 в год хотя бы. А вы знаете, для того, чтобы разместить грамотно ваши оставшиеся 500 тысяч, наверное, в первую очередь нужно... Ну, то есть, про первые 500 тысяч все ясно, да? Первые 500, да, мы уже разместили, они уже приносят вам доход, и уже все отлично. Ты что, правда, что это так быстро все было? Если мы говорим про вторую половину... Ну, это консервативный продукт. То, наверное, в первую очередь нужно пригласить вам финансового консультанта, который есть в нашем банке, который доходчиво простым языком объяснит вам, что на эту конкретную сумму можно сделать, что с ней можно сделать. Вот ты будешь финансовым консультантом, я пригласили. При этом я бы хотела добавить то, что если мы рассматриваем сейчас 500 тысяч рублей с точки зрения инвестиционных продуктов, вы хотите заработать 20-30% годовых. Сколько вы готовы потерять? Потому что 20-30% это достаточно высокорискот, ну, это большие риски. Это большая доходность. Это большая доходность и при этом большой риск. Сколько от портфеля вы готовы потерять, если на рынке будет происходить? 10% я готов, вот прям, ладно, 50 тысяч рублей. Соответственно, вам предлагается, ну, в зависимости от того, что вы выберете, да, там, либо доверительное управление, либо инвестиционные фонды, фонд облигаций, либо сбалансированный фонд, где есть и акции, и облигации, где, соответственно, не такая, скажем так. Это все в ДУ, в доверительное управление. Ну, это могут быть ПИФ и могут быть ДУ. В ДУ тоже много разных. Ну, ПИФ это, по сути, тоже доверительное управление. Хорошо, ладно, ПИФ и меня не устраивает. Вообще, я противник фондового рынка. Боже мой, что я говорю? А что-нибудь вот... Как вы относитесь к золоту? Великолепно. Глядя на вас, тем более, я великолепно отношусь. Я люблю его, золото. А что вы можете мне предложить? Ну, первое, если вкладывать в золото, то есть три варианта вложения. Это драгоценные металлы, это физическое золото, это слитки. Ну, я попадаю на налог сразу же. На налог, да. А я вам сейчас все рассказываю. Извините, девушка. Мы же вас должны проконсультировать, проинформировать. Первое, это слитки, где, соответственно, уже включено НДС. Второе, это драгоценные монеты. Это либо инвестиционные монеты, да, такие, как Георгий Победоносец и Червонец, которые в последний год выросли, по-моему, на 5000 рублей. И монета одна выросла. Стоимость монеты. Да, в восьмом году она стоила 8900, сейчас она стоит в районе 13500. Продать ее можно сейчас за 11000 рублей. То есть те, кто покупал в восьмом году за 8000, сейчас могут ее продать в 11500. За 11000, да? 3000 я заработал. С одной монеты. С одной монеты за 4 года. За 4 года. Но это нужно просчитать. Ну, понятно, да. Это нужен калькулятор. Да. Вы не подготовились, девушка. Ну, простите, у нас айфон есть. Финансовый консультант без калькулятора. Это как, где вы такое видели? Ну, хорошо. И третий, это обезличенный металлический счет. Это вы виртуально покупаете золото, серебро, платину или палатину. Слово виртуально меня сразу немножко напрягло. Ну, то есть, допустим, 500 тысяч рублей. Сейчас грамм золота стоит 1600 рублей. На 1600 рублей, 500 тысяч рублей разделить на 1600, мы покупаем там энное грамм количество золота. Это количество золота у вас фиксируется в договоре, что я купил 11 октября такое-то количество золота. Дальше, соответственно, да, там это также долгосрочная инвестиция. Здесь нужно смотреть, что происходит на рынке золота. Вы через какой-то период времени можете его продать, и здесь уже никаких налогов, ничего не платите. Сегодня вы купили по 1600, через два года вы продали его, или через год по 2000 рублей, соответственно, по 400 рублей с грамм вы заработали. То есть, эти 500 тысяч рублей можно диверсифицировать, какую-то часть разместить, например, в фаевые инвестиционные фонды, какую-то часть разместить на металлические счета, причем металлический счет может быть также в разных металлах. Вот, и 500 тысяч рублей мы с вами определили, высокодоходные депозиты. Еще есть... Убедительно сейчас было все это, да? То есть, вы готовы? Я, в принципе, уже... Куда? Созрел, созрел уже. Давай, Наташа. Сейчас все знают, что год был неурожайный, и поэтому, если говорить о... Я в продолжении, Ленина, да, то есть я все-таки продаю вам еще, продолжаю продолжать. Вы продолжаете меня охмурять. Продавать, да. Год был неурожайный, поэтому сейчас многие просят купить фьючерсы на зерно, потому что... Слово фьючерсы опять-таки, что это? Вы знаете, это все относится к инвестиционным инструментам, которыми можно... Не нравится, ты сейчас так, да? Что такое фьючерсы? Ну, не переживай, это все относится... Не переживай, это все нормально, не переживай. Знаете, как это... Иногда бывает так, что к нам в банк приходят, ну, разного формата люди, и просто многие не знают, что такое пифы, да, и поэтому нужно стараться клиенту объяснить так, чтобы было понятно, что все знают, что такое пифы, а многие не знают, как они расшифровываются. Ну, собственно, есть еще, помимо фьючерсов на зерно, такие модные вещи, как, допустим, там фьючерсы на мясо или еще что-то. Но это, я считаю, что больше какие-то модные тенденции, которые спускаются нам... Сверху. Да, сверху, да, и здесь очень важно, очень большинство клиентов сами управляют своими счетами, они уже четко знают, куда они хотят ложить свои средства, и... А как, вот этот процесс, как он выглядит? Управляют счетами посредством интернет-трейдинга или, да? Есть платформы торговые? Ну, очень брокерский счет. Серьезно? Да, брокерич, на самом деле, очень развит для клиентов, ну, вообще-то услуга достаточно развита для клиентов. Ну, для вот таких, наверное, да? Потому что человек, если положил 10 тысяч рублей, вряд ли он там брокерш, ему какой-нибудь будете предлагать. Я думаю, что у таких клиентов, ну, вот по моему опыту, у них есть свои... Брокерские компании. Трейдеры, трейдеры, которые... А, даже так. Да, они просто открывают счет в брокерские банки, заводят туда определенную сумму денежных средств, и дальше их личный брокер уже покупает, продает и зарабатывает там определенную сумму денежных средств. Все зависит от времени, которым располагает клиент. Большинство случаев времени нет, и поэтому... Позволяет управлять своими деньгами. Ну, что ж, да, линейка достаточно широкая. Выбирайте. Это действительно так. Хорошо, ну, и давайте, не так много времени осталось у нас, да, касаемо финансового плана все же, тем не менее. Значит, первое, да, на что обращаем мы внимание? На доход товарища, да, и, соответственно, как будут выглядеть его расходы. Да. Правильно я понимаю? Да, да. Ну, в двух словах буквально. Ну, то есть, первое, на что обращать внимание, когда вы приходите к менеджеру, да, менеджер задает вам определенное количество вопросов. Их не больше, там, 10-15 вопросов, чтобы клиент не устал. И они начинаются от того, да, какая сумма у вас денежных средств, имеете ли вы дополнительные доходы с точки зрения, там, сдачи в аренду, имеете ли вы, там, с точки зрения ИП, ну, то есть, какие-то такие вещи, какие у вас расходы, да, и дальше уже идет по расходам. То есть, и в зависимости... То есть, ежемесячные расходы какие-то, правильно? Ваши ежемесячные расходы, ваш ежемесячный доход. И, условно говоря, осталась какая-то, да, кучка денег, давайте с ней вот так поступим. Да, при этом, то есть... Поделим. Ровно так. Да, вот то, что вы принесли миллион, да, когда у вас, скажем так, профилировали по риск-профилю, да, кому вы относитесь больше, вот как вы сказали, что вы не агрессивный, да, больше консервативный, скажем так, игрок. Здесь еще менеджер должен спросить у вас, какие у вас доходы, какие у вас в будущем ожидаются доходы для того, чтобы вы дальше пополняли свои счета, и она могла вам или он предлагать те продукты, которые вот через месяц, через два там для вас будут интересны. В принципе, Олег, я не могу не дополнить, что финансовое планирование достаточно интимный момент, потому что... Безусловно. ...то должен быть готов к тому, чтобы раскрыть все свои карты перед... Конечно, и сейчас мы говорим об этом в эфире радио, это неприлично. Тем более у нас, заметьте, 16 плюс стоит. Итак, дорогие мои слушатели, я вынужден начинать подводить итоги. Ну, еще раз я повторю, мне было очень приятно сегодня беседовать с двумя очаровательными гостями. Напомню, это Елена Разговорова, начальник управления организацией работы со стоятельными клиентами «Ренессанс Кредит», и Наталья Копино, заместитель генерального директора банка «Китфинанс». Собственно, мы обсудили сегодня ситуацию в банковском секторе, ну, в какой-то степени, да. Какой-то, да. В какой-то степени. Пришли к выводу, что действительно, да, после кризиса прошло уже достаточно количество времени, целых 4 года, и что-то изменилось. И главное, все-таки, как я правильно понял, это что-то изменилось к лучшему. Правильно, Лена? Однозначно. Правильно, Наташа? Я в этом уверена. Я искренне вас благодарю. Я желаю вашему бизнесу процветания. Я желаю вам выглядеть так же зажигательно. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо вам, Олег. Уважаемые слушатели, всего хорошего. До свидания. Успехов на рынке. Спасибо.